Фальшивое спасение разоблачено. Есть истинное спасение и есть фальшивое спасение. Откуда мы знаем, что есть что? Иисус сказал, что мы узнаем их по их плодам. Дорогой друг, ты не можешь утверждать, что ты спасён, пока ты даже не знаешь, что значит быть спасённым. Ты также не знаешь, от чего ты должен быть спасён. Иисус пришёл освободить пленных. Он говорил о пленниках греха. Он сказал, что любой, кто практикует грех, является рабом греха. Итак, если ты хочешь знать, от чего Иисус пришёл освободить тебя, теперь ты это знаешь. Он пришёл, чтобы освободить тебя от твоих грехов, а не только от последствий греха. Это просто бонус. Иисус пришёл, чтобы разрушить дела дьявола. Грех и умышленное непослушание – это дела дьявола. Если они всё ещё доминируют в твоей жизни, то в тебе всё ещё действует дьявол, а не Дух Божий. Пожалуйста, скажи мне, как мы можем быть освобождёнными, пока мы всё ещё остаёмся рабами умышленного греха? Мы можем играть с доктриной весь день. Истина не изменится. Мы не можем быть одновременно свободными и рабами. Мы не можем быть одновременно спасёнными и всё ещё жить под властью греха. Если мы этого не видим, значит, мы не поняли даже основ христианства. Речь идёт об освобождении от власти силы греха. Истинное обращение даёт нам новую природу. Старого «я» больше нет. Мы – новые творения. Как мы можем быть новыми, если всё ещё живём по-прежнему? Вспомни гостя на свадьбе, который не переоделся. Нам нужно измениться. Хватит мусорных доктрин. Просыпайся, дорогой друг. Мы должны перестать играть с этим святым Богом. Над Ним не смеются. Он святой. Поэтому мы, которым полагается ежедневно умирать, должны быть святы, благодаря тому, что Он живёт внутри нас. Мы уступаем хозяину, которого выбираем. Либо мы уступаем дьяволу, либо Богу. Мы будем производить плоды того Господина, которого выберем. Остерегайся поддельного спасения. Остерегайся поддельного Евангелия лёгкой благодати, которая позволяет тебе жить в умышленном грехе. Каждый человек должен исследовать свою жизнь и видеть её плоды. Если мы находимся под властью греха, тогда мы не спасены. Если мы практикуем умышленный грех, тогда мы не освобождены Иисусом. Не обманывайся. Это всё, что я могу сказать.